о привет дорогие стартап котики ну что 51 эпизод стартап котиков и то чем я сейчас занимаюсь это пытаясь восстановить вот этот корабль и надо вам сказать что любой инвестор это в той или иной степени человек умученный нарзаном либо измученный этот эпизод будет рассказывать о том как собственно иметь дело с инвестором как понять психологию этого жуткого страшного невероятного существа но прежде всего то о чем нужно помнить это то что ввеш가 действительно тот кто будет с утра до вечера что так и копает что-то такой ищет первый ключ к пониманию психология инвестора заключается в том что инвесторы действительно ищет стартап верьте или и верьте но профессиональный инвестор венчурный ангельские корпоративные действительно точность Он или она каждый день пытается найти стартапы. Второй ключ к этому – это понять то, что этот человек дико занят, и то, что к этому человеку постоянно стекается огромный поток различных предложений, гигантское большинство из которых не имеет никакого смысла. Что ищет венчурный инвестор? Венчурный инвестор всегда ищет продукт, команду, компанию, которая способна расти. Когда ты находишь компанию, которая быстро растет, ты понимаешь, что потенциально эти люди могут очень быстро перейти с оценки, предположим, в 5-10 миллионов до оценки 100 миллионов. Поймите, что инвестор зарабатывает не тогда, когда у компании хороши дела, а тогда, когда он или она вложил или вложила в компанию по оценке 5 или 10 миллионов, затем компания продалась по оценке, скажи, миллиардов. Вот это прекрасная жизнь инвестора. Поэтому, чтобы понять психологию этого инвестора, нужно поставить себя в шузы, в обувь этого инвестора, который, как вы видели, пытается с утра до вечера заниматься своим кораблем. Что же нужно для того, чтобы инвестор с удовольствием на вас смотрел и слушал? Нужно быть той компанией, которая с большой степенью вероятности умеет расти. Как быть такой компанией? Ну, прежде всего, такой компанией надо быть не ради инвестора, такой компанией надо быть ради себя, ради того, чтобы у вас получилось вырасти, ради того, чтобы у вас получился ваш бизнес. Когда инвестор смотрит на компанию, прежде всего он смотрит не на то, что это классный продукт, не на то, что инвестору интересно, не на то, что это уникально, не на то, что это красивая презентация. Инвестор, и чайки поддерживают меня в этом начинании, прежде всего он смотрит на компанию, которая демонстрирует ДНК роста. То есть вы видите команду, и вы очень быстро, как инвестор, раскусываете. То есть если вы опытный и мученный нарзаном человек, или жуткое, страшное, винчурное или ангельское животное, вы довольно быстро, нюхом понимаете, эти люди заточены под рост, или эти люди не заточены под рост. Как быть людьми, опять же, не ради инвесторов, а ради успеха, заточенными под рост. Люди, заточенные под рост, компания, заточенная под рост, думает о росте гораздо больше, чем она думает о чем-либо другом. Эту неглубокую, но очень важную мысль я повторю все-таки еще раз. Потому что я боюсь, что вы сейчас, как огромное большинство нормального, умного народа, мимо этой мысли пробежали. Рост стартапа, не просто какого-то бизнеса, не просто ресторанчика, или станции техобслуживания, или завода. Рост стартапа – это самое главное, что должно происходить в этом стартапе. Когда ты смотришь на большое количество стартапов, то ты прежде всего видишь классных, офигенных, умных ребят, которые занимаются тем, что строят какой-то продукт, который нужен их клиентам. Но при этом самые классные стартапы – это те, которые с утра до вечера думают. Немножко парадоксальная мысль. Не столько о своих клиентах – нет, друзья мои. Не столько о своем рынке – нет, друзья мои. Не столько о своем продукте – нет, друзья мои. А о чем? О росте. Так вот, главный путь к сердцу опытного, подчеркиваю, опытного инвестора, заключается в том, чтобы быть компанией, которая растет. Когда ты общаешься с компанией, которая растет, и которая заточит ключевой рост, ключевое слово – подрост, в которой ДНК людей, которые растут, ты сразу же понимаешь, с кем ты имеешь дело. Прежде всего, это люди, оперирующие чем? Цифрами. Не фантазиями, а цифрами. Стоимость приобретения клиентов такая-то. Lifetime value, то есть то, сколько приносит нам клиент такой-то. Каналы приобретения клиентов такие-то. Стоимость приобретения клиентов в этом канале такая-то. В динамике развивается вот так-то. Сегментация такая-то и такая-то. Клиенты такие-то и такие-то. Когорты такие-то и такие-то. Вот это не просто бальзам на душу и музыка для измученных ушек любого инвестора. Это то, что поможет компании быть успешным, то есть расти. Еще раз повторю свою глубокую мысль, что самый главный путь к сердцу инвестора заключается в том, чтобы быть способными расти и доказать, что вы умеете расти. О том, как происходит рост и что такое рост, мы поговорим в других эпизодах. Пока я вернусь к тому, чтобы сделать этот венчурный корабль успешным. Вперед, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok